Музыка Всех приветствую! В эфире Russian Music Box С вами Виджей Чак и в эфире всегда актуальный Ньюсбокс Много интересного состоялось в мире музыки Что именно смотрите в новостях, которые для вас подготовила неутомимая команда Ньюсбокс Начинаем! Музыка Есть ли жизнь после голоса и куда деваются участники телевизионных проектов после их окончания? У кого позаимствовал песню певец Шура? Самое интересное об этом и не только узнаете через несколько секунд в новом выпуске Ньюсбокс Музыка Ее называют любимицей Аллы Борисовны На слепых прослушиваниях к ней повернулись все четверо наставников Никто не ожидал, что Виктория Чернецова вылетит с проекта столь стремительно Но все же это произошло Однако девушка не опустила руки и продолжила работать И вот вам результат! Певица выпустила свой дебютный альбом и приступила к созданию следующего Но, увы, не все так гладко, как хотелось бы О своих депрессиях, бесконечных творческих метаниях и от этого столь сладких победах Вика рассказала нам на своем московском концерте Четыре кресла, сильная песня и красавица, полная решимости, а главное надежды Тогда, год назад, все сработало и все наставники развернулись к Виктории Чернецовой Еще во время проекта она начала писать дебютный альбом Вот только шоу закончилось, а вдохновения нет Девушка, наконец, показала свои 10 дней Почему 10 дней называется? Потому что, не знаю, потому что, вот, да, я ему звоню, говорю, предлагаю Говорю, давай назовем альбом 10 дней Он такой, класс, давай! А почему? То есть ты до сих пор не знаешь еще, да? Ну почему? А вот объясни сам, вот выкручивайся, как хочешь Ну, наверное, каждая песня, она, что она там... Боже, аллилуйя, правильно, этот альбом нужно слышать 10 дней Презентовать пластинку, а вместе с ней и оформившуюся группу решено было на московском концерте Там же певица представила и часть второго, пока еще не дописанного альбома Разнообразие поводов объясняется очень просто Первый диск получился романцевым, а второй будет танцевальным Но ни то, ни другое девушку полностью не характеризует Мне просто постоянно внушали, что у артиста должно быть определенное лицо Если ты поешь попсу, ты должен петь только попсу Если ты поешь романсы, ты должен петь только романсы Ты не можешь распыляться из рока и в романсы уходить Мне все время это внушали, и я почему-то верила вот этим людям Сейчас Вика много гастролирует и пишет песни Но когда-то все было не так уж и радужно Материал есть, а выступлений нет Вечный поиск себя как артиста порой даже доводили Черенцова до депрессии Спады и подъемы есть у каждого артиста и в жизни, и в эмоциональном плане У меня они происходят достаточно часто И я в своей жизни переживала глубокую депрессию Два года практически я не могла из нее выбраться Ждать ничего не надо, просто делать вот эту музыку свою классную Кайфовать от нее, петь, играть Не, пишет дед, но она же хочет, чтобы что-то у нее это А нет, она должна просто делать, делать, делать Да, у меня было вот, да, просто в женском шоу у нас был перерыв, год не было съемок Вот просто вот так вот Нет, у нас были какие-то, да, у нас были какие-то концерты, да, но съемок не было И, конечно, все переживали, что, а будет ли еще Найти хоть одного артиста, которого не коснулся так называемый творческий кризис практически невозможно Дело это, как говорится, житейское Просто главное, чтобы оно не затянулось Не останавливаться на фабрике звезд, потому что это было уже сколько, 10 лет назад Дороги у всех разные абсолютно У кого-то через год, у кого-то через сразу что-то появляется Кто-то на Евровидение через месяц едет, не угадаешь А ведь и правда, гадай, не гадай, а просчитать, когда же на тебя обрушится любовь миллионов, невозможно Благо Виктория Черенцова это прекрасно понимает и просто делает свою музыку Ну а дальше дело за малым Спасибо! Радиостанция «Милицейская волна» в очередной раз собрала тысячи поклонников 90-х в столичном клубе На минувшем пионер-фесте выступили Шура, Ирина Салтыкова, Александр Шевченко, группа «Нана», «Божья коровка», певица «Мерседес» и «Нестареющий лицей» Как всегда со сцены прозвучали самые любимые и долгожданные хиты Ну а уже за пулисами артисты рассказали нашей Виктории Гончаровой о создании этих самых нетленных шедевров Предлагаю поностальгировать нам с вами прямо сейчас Быть на гребне «Милицейской волны» удостаивается чести далеко не каждый артист А порой и вовсе кажется, что на многих исполнителей 90-х у этой радиостанции свой эксклюзив Виной тому дружественные отношения, так поясняет пиар-директор Яна Кумачева Так что в очередной раз собрать звезд 90-х на пионер-фест организаторам было проще простого После того, как закончилось лето, мы думали, что будут такие-таки достаточно серьезные проблемы Но ребята очень здорово отнеслись, такое название пионер-фест, и они все, да, к месту получаются Очень здоровый такой лайнап Вот, ну не знаю, позвонила, пригласила, нас поддержали, да И ребята приехали, согласились, и все вишки в настроении, и все довольны, счастливы Класс! Очень позитивно, прекрасное настроение, народ замечательный Пели, танцевали, снимали, делали селфи, в общем, все очень здорово Атмосфера на концерте от «Милицейской волны» действительно всегда здоровская Оно и понятно, конец рабочей недели, огромная площадка для отрывок, кумиры твоей молодости А для кого-то даже и детство, ну и, конечно же, их нетленные хиты Причем каждый артист исполняет сразу несколько шлягеров Ну как тут не испытаешь музыкальный экстаз? Ну, например, песня «Шляпа» как создавалась Значит, Барри в унынии, значит, вмазал бутылку ликера и решил написать песню Вот, и у него тут что-то шляпа упала откуда-то с полки О, упала, шла, упала на пол, так, ну-ка еще накачу, раз, и пошло творчество Да, серьезно Сейчас вдохновляет меня пенсия, раз Второе, конечно, отсутствие налогов на пенсию, два И, главное, венок, который, наконец-то, я вижу венок, который меня проводит в последний путь Это все вдохновляет А ведь и правда, что вдохновляло артистов тогда, десятки лет назад, на создание поистине нестареющих хитов? Истории рождения некоторых композиций оказались как минимум неожиданными и поразительными Сейчас ходи поржать Отшумела без тебя земля Как бы несколько минут прожечь Как же падала в огну Мне так нравилась эта песня Простите, Паша Есенин, прости меня Но Паша написал только музыку, а мелодию и текст делал я И я сделал так Там не похоже абсолютно, мы не делали плагиат Просто это дань, 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 а не Герман Ну как создавалось Молчанов принес эту песню Я говорю, что за бред, что за ерунда А он говорит, ты что, с ума сошла, Ира, это хит Я говорю, не, 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 Олег, это не серьезно Он говорит, давай, давай Ну и все, записали Поражает не только то, что спустя годы воспоминания артистов свежи Интересно и то, что исполнители со стажем в десятки лет Помнят и день, когда впервые услышали свою песню по радио Прекрасно помню этот момент Это был 94-й год Радио называлось «Радио 101», а песня, которая зазвучала тогда, называлась «Ей одной» И я прекрасно помню, потому что это ощущение, когда ты вдруг понимаешь Что это не просто песня, которую ты сначала придумывал, потом аранжировал, записывал Переживал, получается или нет А уже произведение, которое не принадлежит тебе Это произошло в городе Санкт-Петербурге Да, ощущения были, конечно, вообще феерические Просто не верила, что это я, наконец-то, на радио Радио, я даже не помню, уже надо Радио 101 там было Мы, там, песни наши звучали Радиостанций сегодня уже таких нету, к сожалению А песни наши, тот же «Городин на камушек» Крутили на этих радиостанциях и крутят сегодня, по сей день Так что мы более живучи оказались Что называется, живее всех живых Вот он, парадокс песен тех времен Радиостанции умирают, а хиты нет Так что спасибо «Милицейской волне» за то, что делаете шлягеры бессмертными Ну а на этом сегодня все Завтра смотрите «Дайджест» Все самое интересное за неделю Мне остается только напомнить вам чаще Заглядывать в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке А также лайкать и комментировать фотографии в Инстаграме Телеканала Russian Music Box С вами был Виджей Чак Оставайтесь на нашей чистоте Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»